привет всем привет давно не выходила в эфир и обещала всем выйти в эфир и ответить на вопросы которые вы мне задавали мы тут со степанечкой смотрим сериал джанни versace вдохновляюсь на красоту и на моду всем привет привет и еще моя подружка у нас у меня гостях за ириночка для привет пишите мне пожалуйста вопросы которые вас интересуют про меня где стёпа стёпа как всегда где-то но он сегодня поехал проводить там какое-то мероприятие но и всегда он проводит какие-то мероприятия потом приезжает может быть домой может не приезжает я уже привыкла к этому не знаю девчонки раньше вот я жила когда муж куда-то уезжал я очень нервничала да там где он ходит где гуляет сейчас мне достался такой муж который может уехать из дома и приехать через два дня и я к этому отношусь нормально но не однозначно в отпуск собираемся в этом году и с удовольствием будут быстрее в отпуск но я сейчас же не работаю особо поэтому отпуск особо не нужен главное доверие как вы думаете можно степану доверять когда он гуляет когда бабы к нему липнуть значит давайте отвечая на вопросы да грудью я еще кормлю вон какая мамашка видите у нас смешанное вскармливание грудь утром и вечером мы квартиру снимаем так еще какой-то тут вопрос пропустила в нижний да с удовольствием приглашайте в нижний приедем в нижний так со степой у нас бюджет ну да можно так сказать общий при он заработал денег приехал дал положил на стол на вот твои наши на семьи ну и сидел он конечно что-то оставляет вот квартал квартиру снимаем это я ответила вам на вопрос тепке можно доверять да ну доверяем но проверяем так про евгению я вам специально ничего не буду отвечать так как не хочу это обсуждать совершенно мы с ней очень разные и взаимоотношения у нас со степой очень разные там у них любви не было там были измены с самого начала у нас такого нет у нас семья настоящая вот так степанечки уже 6 месяцев 26 будет 7 смотрите вот она только что возле меня стояла уже вон туда убежала вот она убежала и там шарик унесла с собой играть вот такие вот дела так какие еще вопросы в тай очень хотим вот как только так сразу поедем там есть квартира там есть машина поэтому можно ехать в любой момент предыдущие квартиры съехали потому что она все-таки была однокомнатная зал и спальня сейчас у нас большая трехкомнатная квартира с нами живет каролина мы живем большой дружной семьей у меня трое деток две дочки уже выросли ну вот маленькая сейчас одна обожает меня в какой-то молодой человек очень приятно так отношения со степиной мамой все нормально все хорошо она держит нейтралитет лишь бы сын был счастлив поэтому все нормально прикорм начали с четырех месяцев соску совершенно не сосем мы не берем соску и бутылочки тоже ей легче пить вон с не проливая вон у нее не проливать к стоит на столе мы пьем водичку так что еще оля до в питер переезжает будет жить в питере 20 она прилетает мы ее встретим с нами недельку побудет и потом обратно про прикорм пришла доктор когда только степаня родилась и давай мне там рассказывать борщ не ешь капусту не ешь там то не ешь все не ешь ешь только кашки там что курочку все белое я ее послушала до стегали я беременная все ела и так буду есть и с грудным молоком она получала уже все вещества и к ним привыкла и к красному и к свекле и к помидорчикам поэтому с четырех месяцев мы начали давать в принципе пробовать все но не так чтобы кормить ребенка этим можно так отрезал кусочек помидорчика дал отрезал кусок кусочек бананчиков там раз как пюрешку дал четверть чайной ложечки и так по чуть-чуть все 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 и начали вводить сейчас степане даже кушает борщик и мы сборщика берем берем бульончик берем картошечку ее так делаешь из нее мягкую кашицу и этим кормишь зубков нету у нее еще каролина до живет с нами она спит там соседней комнате устала почему мы очень хотим квартиру мы определяемся я ж только приехала москву совершенно не знала определяемся с районом с тем другим ну и нужно начать зарабатывать с этой пандемии у степана заказов было не так уж и много поэтому квартиру мы планируем покупать ну желательно ближайшие четыре месяца уже купить вот мести пани сейчас 6 месяцев геля спортом занимаешься знаете вот что-то я когда пошла спортом заниматься я за неделю быстренько скинула полтора килограмма и поняла что я могу прийти в форму но у меня начало пропадать молоко упала на процентов 70 и я очень испугалась поэтому мне пришлось все-таки выбирайте или кормить или заниматься спортом спорт это туда нужно уходить куда-то а когда не находишься с ребенком рядом и не прикладываешь груди ту и от этого молоко пропадает поэтому я решила подождать я лучше уж сейчас так кормлю чтобы у хорошей иммунитета потом уже так геля посмотрите павшинскую пойму это область близко с москвой квартиры доступные цены сейчас все себе за скриншотин потом изучу этот вопрос спасибо привет из белоруссии город минск привет 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 до квартиру снимаем пока витамины кроме витамина д это через раз я и ничего не даю мы все получаем с еды мы кушаем каждый день бананчик грушу гречневую кашку обязательно какой-нибудь супчик да обязательно какой-нибудь супчик вот какой шарик у тебя давай споем ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- к ней подходить невозможно на кого дочь похожа доча ты на кого похожа на кого похожа на кого не знаем на кого похожа привет из украины у нас всегда шарики дай любую шарики наверно сама шариками не наиграла с детстве вот сейчас для дочки всем все для дочки понимаете так подругу зовут завина вон она сидит очень хорошая добрая верная подруга на соси паши любит нянчиться соседка ангелина привет из луганска мама молодец кормим грудью мы на смешанном скармливании про сало вчера показала что я дала сало и мне столько комментариев на протомнаке у нас своя квартира увидимся конечно обязательно так простое говорила господи отвлеклась а про сало ну и мне сказали начали писать зачем сало даешь ты что с ума сошла сало вообще полезно очень и а я же ее не кормлю у нее зубков нет так ломотик отрезали и когда соль смыли сало и она его просто кушает обсасывает и зубки точек понимаете и это полезно ко всему вот так по чуть-чуть она не ест а просто получает немножечко вещества с этого помидорку также отрезали чуть-чуть она и пообсасывал болгарский красненький перчик зелененький все по чуть-чуть можно давать поедем мы куда ну мне хотелось бы конечно поехать в сочи за границей можно везде путешествовать ой куда да хоть куда поедем поедем так на ходунки это вы смотрите сами кому-то рано ходунки кому-то не рано вот степаша у нас очень крепкая девчонка она занималась плаванием мышцы развивала и поэтому она уже присаживается сбоку уже встает на четвереньки мышцы у нее к этому готовы на чуть-чуть можно и всадить под руки вы смотрите по своему ребенку восемнадцатого марта в сочи правильно езжайте в сочи еще раз говорю сало не ест она его не откусывает и не глотает она просто лакомиться им во рту и это полезно у меня уже трое деток и все дети здоровые никаких аллергии никаких диатезов никаких проблем животом нет я знаю что нужно если вы не будете приучать постепенно ребенка к еду будете ограничивать то у него будут поздно формироваться полезные бактерии для переваривания этой пищи ко всему если ребенок здоровый по чуть-чуть приучать можно и нужно мамочки не будьте такими прям вот боязнен и ко всему вот ну больше всего конечно из дома 2 мы общаемся с мариной африкантов давайте задавайте мне еще вопросы и что у меня с волосами делать люблю беленький когда беленький но мои волосы вот красишь они такие становятся сухие темненькие как то мне не очень мне кажется и тут вот какой-то дилема либо ты выбираешь хочешь с волосами как солома либо ты ходишь с натуральными ходи как дура некрашенная вот стёпа где-где-то степан где-то соленый огурец скоро ну там много соли поэтому не стоит соленый огурец он просто ни к чему не полезных веществ ничего там нет поэтому соленые огурцы я не думаю что это надо гелев очень хорошая хочется чуточку жесткости жесткости иногда поверьте включаю лучше темненькой стать и покороче волосы и будет стильно мне кажется темный взрослит так взрослый будет еще сейчас я решила ну вот корни темнее сделала дает такое покрашивание из просто по буду отращивать свое дальше подумаем да цвет не очень идет спасибо за хороший комментарий послушала с какого времени можно ребенку давать прикорм можно давать прикорм с 4 месяцев начинать и до по пол чайной ложечки там совсем чуть-чуть и первые овощи фрукты у нас были это груша потом яблочко гречка овсянка и куриный бульончик вот это вот с чего мы начинали и к пяти месяцам уже прошли практически все пробует и меня этих масок я вам могу показать там все в ванной уставлено этими масками чего только нет разных фирм дорогущая и обычная да я даже тут майонезом недавно мазала прочитала что майонез хороший ну сейчас так холодно на улице минус 20 днем минус 11 давай пойдем ко мне на ручки пойдем ко мне на ручки пойдем-пойдем-пойдем-пойдем давай вылазим так минутку и сейчас я ее возьму упс 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 вот они мы вот они мы такие девчонки ой толстенький мой животик засветило в эфире так ну да я тоже вижу что со мной он становится такой немножко другой более домашний более стабильный более надежный крепкий у нас хорошая геля вы сумасшедшая мамашка нас в каком плане сумасшедшие я нормальная мамашка мне кажется вы всех троих одинаково кормите воспитываете или степашку наверное степаню больше занятия не наверно всех одинаково всех люблю и я всегда была такой какая есть сейчас так вопросы еще так конечно полезно прекрасно так здоровье соленые огурец проехали в тишине нет мы не в тишине воспитываем степане у нас всегда весело у нас всегда хорошо вот степаня не дает никакого покоюшку нужно все время ее развлекать не играть не антица давай тебе положим коврик сейчас я вас сюда поставлю пока теннис сейчас мы постелим ковер теннис давай тебе? давай тебе любимую игрушку давай опа упс так Наверное, если я вас так поставлю, то мне будет вас плохо видно. Ой. Так, что тут, какие вопросы, где Степан? Степан где-то гуляет. Он очень у нас любит погулять. Тёмненькой советует лучше стать. Мы не в тишине воспитываем, это ответила. Нужен уход за таким. Да я тут ухаживаю, вообще заколебалась ухаживать. Так, привет из Аравии. Бери, что хочешь в холодильнике. Бери, не стесняйся, там всё есть. Геля, так. Бальзам, может, надо? Утюжок. Не хочу я палить сейчас ничем волосы. Вообще, я уже их допалилась, не знаю. Пока дома, лучше я вот так вот похожу, с соломой на голове. На полу у унитаза ребёнка спать клали. Вы сумасшедшие люди, вы сумасшедшие. Давайте я вам покажу наш туалет. Так уж и быть. Вот мы идём, идём. Везде у нас чистота, везде у нас порядок. Так, открываем. Вот, смотрите. Вот белоснежный коврик. Белоснежный. Никто чужие в этот туалет не заходят. Когда я иду сама в ванную, я беру вот так полотенце, стилю на коврик. А если он только постиран, то могу положить Степаню и на коврик. А сама принимаю в ванну. Понимаете? Это нормально. От того, что ребёнка положил, и у нас заснуло, потом я встала, её переложила в кровать. В этом нет ничего такого. Степаня может заснуть везде, где хочет и когда хочет. Сейчас вот она более капризная. У нас зубки, наверное, лезут. Ну да чё он. Давай поговорим с людьми. А то мне придётся выключить её. Давай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кто там? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот вы ко мне с этим ковриком прикопались, люди. Ну, держать мужчину тоже возле себя не хочу. Чё, ну, хочет куда-то идти. Пусть идёт Стёпа. Стёпа Телец и змея по гороскопу. Какает Степаня? Да, хорошо. Наверное, нам пора идти спать. Уже девять. На, вот давай вот чуть-чуть вот пианика. На, поиграй чуть-чуть. Я поговорю вот чё. Что-то вот совсем мы уже трём в глазки. Наверное, мне придётся выйти из эфира. И пойти её ложить спать. Вот. Ладно, совсем не повидалось. Всем передаю привет. Всех люблю, целую. И мне очень приятно, что вы пишите комментарии. Я всегда все комментарии, которые под фотографией мечтаю, пишите их больше. Я стараюсь всем отвечать. Вот так. Какие ещё? Успокой, дети и ложи. Да. Пора нам уже баинькать. Здрая, Степаня. Вот она, девочка. Вот она, котёнок. Уже на ночь, пора, да. Уже девять вечера. Она уже, она спит один до одиннадцати. А то и до часу. Представляете? А то и до часу дня бывает спит. Вот так вот с ночи. Проснётся сейчас где-то часов в двенадцать, покушает сисю и потом опять спать. Ладно, пока-пока всем. Целую. Оставляю этот эфир. Пишите под эфиром сейчас ещё вопросы, которые вас интересуют. И я вам постараюсь ответить. Танюша, спокойной ночи. Приятно, что ты тоже смотришь эфир. Прилетайте там из Таиланда уже, давайте. Мы русские, должны русские люди жить в России. Наша родина здесь. Когда сердце, когда живешь здесь, то сердце более спокойное. А путешествовать можно где угодно, мое мнение. Всё, спасибо вам всем. Целую, пока. Постараюсь выходить в эфир почаще. Всё.